Эти дни стали периодом активнейшего внешнеполитического диалога. Президент Шавкет Мерзиёев определил важнейшей задачей еще более интенсифицировать контакты и тем самым продвигать новые совместные проекты и программы, обеспечивать мощный рост Узбекистана во всех сферах. Пример состоявшийся визит в Катар, страну, обладающую большим авторитетом и влиянием в арабо-мусульманском мире и на глобальном уровне. Нынешний визит со статусом государственного стал по-настоящему этапным. Каждая встреча была ориентирована на дальнейшее расширение партнерства. Рассматривая его повестку, можно убедиться в том, что наши страны, их лидеры, намерены кратно увеличить показатели двухсторонней торговли, реализовать еще больше инвестиционных проектов. Потому нынешний диалог был предельно конструктивен, а встреча президента Шавкета Мерзиёева по-особенному теплой. Детально рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и активизации культурно-гуманитарных обменов. Теперь для активизации деловых связей будут организованы заседания совместной межправительственной комиссии, делового совета. А еще в январе 2024 года в Дохе пройдет бизнес-форум. Узбекистан будет последовательно углублять сотрудничество с катарскими научными и образовательными учреждениями, проводить совместные исследования в области биотехнологии и искусственного интеллекта, зеленой энергетики. Достигнута на полях визита договоренность о проведении в Дохе недели культуры и туризма Узбекистана. Причем все эти проекты и программы будут запущены уже в ближайшее время. Ведь главы государств поручили подготовить целый ряд совместных дорожных карт и запустить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей. Для этого значительно укрепилась правовая база взаимодействия. Подписан солидный пакет документов, направленных на дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества. Да, программа визита руководителя нашей страны в Катар была предельно насыщенной. Одна встреча следовала за другой. Партнерства с Узбекистаном намерены значительно расширить и топовые компании этой страны с капитализацией в десятки, сотни миллиардов долларов. Небрас Пауэр, ведущая катарская энергетическая корпорация, представленная в более чем 10 странах мира. С ней уже начата реализация проекта строительства современной электростанции в Сургандаринской области на основе парогазовых технологий мощностью 1,6 гигаватт. Завершается подготовка работ по проекту строительства тепловой электростанции в Сургандаринской области. Итог нынешних переговоров с председателем правления компании Мухаммадом Аль-Хаджри. Обсуждены совместные планы по созданию систем хранения энергии мощностью 600 мегаватт в Ташкентской области и запуску ветряной генерации мощностью 1 гигаватт в Кыркопакстане. Катарское инвестиционное агентство возглавляет Бандар бин Сауд Аль-Тани. Он же является председателем Центрального банка. Один из ведущих инвестиционных холдингов на глобальном уровне. С большим опытом в продвижении крупных проектов в сфере индустрии, инфраструктурного развития энергетики, недвижимости, электронных технологий также намерен расширить партнерство. Итог встречи рассмотрены вопросы привлечения прямых инвестиций агентства в реализацию инвестиционных проектов, таких как строительство объектов зеленой энергетики, солнечных и ветряных станций в регионах страны, модернизация транспортной инфраструктуры, включая строительство современных авиатерминалов. Power International – крупнейший национальный холдинг, осуществляющий активную деятельность в 19 странах мира. В таких сферах, как энергетика, нефтехимия, промышленность, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, здравоохранение, туризм и другие. Председатель правления компании Маутаза Аль-Хаят намерен и дальше расширять партнерство. В качестве перспективных совместных проектов обозначено строительство высокоскоростной автомобильной магистрали. Увеличение объемов производства аммиака и карбамида, создание современной деловой и гостиничной инфраструктуры, объектов здравоохранения в нашей стране. Холдинг Альмир Кап Кэпитал – еще одна топовая структура Катара. Владеет 20 крупными гостиничными комплексами Four Seasons, The Ritz, Carlton и других брендов в США, Европе и на Ближнем Востоке. Активы компании превышают 8 миллиардов долларов. Его исполнительный директор Саиф Уррахман Хан твердо намерен расширять партнерство в сфере развития гостиничной инфраструктуры и туристических услуг, модернизации логистики и энергетической отрасли. Так рассмотрены планы компании по инвестированию в строительство логистического центра в Ташкентском регионе, гостинично-конгрессного комплекса в городе Бухаре, расширение генерирующих мощностей в нашей стране. Бывший премьер-министр государства Катар, основатель ряда крупных и весонных и индустриальных холдингов Хамад Бин Джасим Альтани также намерен внести свой вклад в расширение взаимовыгодного делового сотрудничества на уровне ведущих компаний и предприятий Узбекистана и Катара. Речь о реализации перспективных проектов в области энергетики, промышленности, инфраструктуры, туризма, банковско-финансового сектора. Одним из перспективных направлений взаимодействия выступает аграрный сектор. А потому глубоко символичным стало участие президента Шавкята Мерзиёева в церемонии открытия Всемирной выставки Эксподоха-2023. Это первая глобальная зелёная выставка, проводимая в регионе под девизом «Зелёная пустыня – лучшая окружающая среда». Её территория – прекрасная возможность ознакомиться с экспозициями передовых технологий и достижений в области охраны окружающей среды, развития экосистем, внедрения умного сельского хозяйства, выращивания новых видов агрокультур, создания инновационных садов и других направлениях. А для Узбекистана – это возможность представить в национальном павильоне новейшие технологии в области интенсивного земледелия и животноводства, экологического менеджмента, а также презентации садоводческой и пищевой отрасли страны. В первый день своего визита уважаемый президент провёл очень продуктивные встречи с представителями трёх крупнейших компаний. И отрадно отметить, что были достигнуты конкретные договорённости с этими компаниями по реализации ряда очень важных проектов в таких секторах, как зелёная энергетика, транспорт, коммуникации, сельское хозяйство, текстильная отрасль. Наш уважаемый президент также встретился с главой инвестиционного агентства Катара, который также является и руководителем Центрального банка этой страны. И эта встреча дала возможность определить дальнейшие контуры сотрудничества между двумя странами в финансовой, экономической и, конечно же, в инвестиционной деятельности. Президент Узбекистана и Эмир Катара провели очень интересную, плодотворную двустороннюю встречу. В ходе этой встречи был обсуждён полный спектр двустороннего сотрудничества, а также вновь была подтверждена готовность двух лидеров и далее развивать инвестиционное сотрудничество и реализовать весь тот пакет инвестиционных соглашений, который был достигнут по итогам этого визита и предыдущего контакта между двумя лидерами, который состоялся в Самарканде в июне этого года. Вообще динамика контактов лидеров двух стран, а также общее взаимопонимание, которое они имеют, свидетельствует о том, что ДОХА становится одним из ключевых партнёров Узбекистана на Ближнем Востоке, а Узбекистан становится одним из важнейших партнёров Катара в Центральной Азии и, я бы сказал, в целом в регионе СНГ. Достигнута договорённость о регулярных контактах практически на ежемесячной основе министра иностранных дел двух стран, а также соответствующие министерства и ведомства будут проводить соответствующую инвентаризацию договорённости, которые были достигнуты на высшем уровне. Кроме того, исходя из богатейшего культурного и духовного наследия Узбекистана, эмиром Катара было предложено проведение уже в скором времени Дней узбекской культуры в Катаре. Помимо этого также состоялся обстоятельный диалог по развитию наших связей в сфере образования. Эмиром Катара было предложено на регулярной основе направлять узбекских студентов для обучения в ведущих университетах Катара и тем самым укреплять наши связи и в такой очень важной сфере, как молодёжная политика. Также лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с развитием транспортно-логистической сети Центральной Азии и укреплением её взаимосвязанности с другими регионами мира, потому что и Катар, и Узбекистан заинтересованы в укреплении логистических возможностей регионов двух стран. Помимо этого состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе, а также по борьбе с коррупцией. Эмиром Катара принято решение о проведении очередной церемонии вручения премии его имени в сфере борьбы с коррупцией в Ташкенте. Это международное событие состоится в декабре этого года. Тот факт, что это мероприятие будет проведено в Ташкенте, говорит о том, что та политика, которая проводится в Узбекистане в сфере борьбы с коррупцией, она уже привлекает внимание всего международного сообщества и получает вот таким образом высокую оценку в этой сфере. Состоявшийся государственный визит нашего уважаемого президента в Катар несомненно внесет очень большую лепту не только в развитии наших двусторонних отношений, но и в целом в укрепление экономики Узбекистана и повышение благосостояния нашего народа. Более подробно о знаковом государственном визите президента Республики Узбекистан в Катар и комментарии экспертов в вечернем эфире телерадиоканала Узбекистан 24.